Кем быть? Вопрос, который беспокоит учеников старших классов достаточно долгое время перед окончанием школы. Вопреки мнению многих, сфера юриспруденции и экономики уже давно забита до отвала. Поэтому можно рассмотреть другие варианты, которые также не менее интересны и востребованы на сегодняшний день. Например, почему бы не попробовать себя в роли медика? Наша съемочная группа решила попробовать. Стоматолог, хирург, ортопед, офтальмолог – медицинская сфера настолько разнообразна, что каждый может найти себе направление по душе. Причем медицинские кадры всегда востребованы на рынке труда. Молодежь видит потребность в медицинских кадрах, и это одна из причин, по которой сегодня сотни молодых людей в Карачаево-Черкесии ежегодно идут учиться на медиков. Только в Мединституте Северокавказской госакадемии в этом году более 300 новых студентов. И, как показывает статистика, это не предел. С каждым годом их становится все больше и больше. За последние три года у нас, четыре года назад, обучалось у нас около 400 студентов. На данный момент, на сегодняшний день у нас около полутора тысяч студентов. В том году у нас поступило студентов 230 человек. Это студенты, проживающие Российской Федерации. В этом году, как я выше сказал, 325 человек поступило. Но мы еще ожидаем студентов из дальнего зарубежья и ближнего зарубежья. Рост желающих обучаться и работать в сфере медицины объясняют еще и появление в нашей жизни новой коронавирусной инфекции. С открытием ковид-госпиталей нехватка, к примеру, среднего медперсонала ощущалась и в нашей республике. Причем не только в ковид-госпиталях, но и, к примеру, в службе скорой помощи. София Алботова получает уже второе высшее. Ранее девушка получила диплом экономиста, но практически сразу решила поступить в медицинский институт. София понимает, что сейчас медицинская ниша действительно нуждается в новых кадрах. Поэтому девушка с нетерпением ждет окончания университета, чтобы помогать людям в одном из медучреждений республики. Я окончила экономический институт, поступила в медицинский институт, потому что мне нравится помогать людям, мне хочется работать врачом. Сейчас я обучаюсь на втором курсе, но в дальнейшем планирую стать хорошим врачом и работать уже по этой специальности. А вот Аминат Джаттоева пришла сразу после школы. Девушка приехала в Карачаево-Черкесию из Кисловодска. У Амины был выбор между несколькими вузами и специальностями, но в итоге он пал на университет нашей республики. Я решила поступить именно сюда, потому что здесь очень квалифицированные преподаватели, здесь очень уютная атмосфера и очень приятные люди. Здесь новое оборудование поступило как раз в этом году и мне здесь очень нравится, хоть я только несколько дней здесь учусь, но очень уютно и все люди очень доброжелательные. Сегодня в центрах занятости республики можно найти объявления о поиске медиков в самые разные лечебницы Карачаева-Черкесии. И учитывая интерес молодого поколения к этой специальности, не за горами то время, когда эта ниша будет наконец-то заполнена квалифицированными специалистами. Алина Гидеева, Айвар Барануков, Архыз, 24.